В этом коротком видео я составил для вас рейтинг из четырех самых худших банков за всю нашу практику работы с клиентами. Данный рейтинг основан исключительно на отзывах клиентов по всей России, а также нашей практике решений тех или иных вопросов с кредитными организациями. Например, таких как закрытие счетов, споры по процентам, блокировка счета по 115 ФЗ, навязывание банкам различных дополнительных услуг и начисление процентов, о которых никто не знал. А с вами на связи я, Станислав Мурулев, юрист по банкротству физических лиц. Подписывайтесь на мой канал и ставьте ваш королевский лайк. Для меня это будет лучшей благодарностью за мой труд. Итак, пойдем от наименее худшего банка к самому худшему. И четвертое место занимает всеми известный почтобанк. Неудобство этого банка заключается в его отделениях. Во-первых, не во всех отделениях можно решить те или иные вопросы, например, просто закрыть счет. Для этого нужно ехать в отдельные главные офисы, которые могут находиться в очень неудобном месте. Во-вторых, в каждом офисе только один сотрудник, ну максимум два. И сколько бы людей ни пришло, работать с людьми всегда будет только один. Нам приходилось ждать в очереди по часу и более, чтобы решить порой самый простой вопрос. Про банкоматы, которые уже давно устарели, я вообще молчу. На третьем месте моего рейтинга уверенно расположился Совкомбанк. В одном из прошлых видео я рассказывал о том, почему не стоит вообще связываться с этим банком, который наглым образом разводит своих клиентов на комиссии. Ссылку на видео я оставлю в описании к этому видео. При этом у Совкомбанка очень маленькие и неудобные отделения, в которых всегда большое количество пенсионеров. Конечно же, ничего против людей пенсионного возраста я не имею. Просто им тяжело даже взять талончик на столько неудобные терминалы записи к специалисту. Следовательно, это неудобство выливается в огромные очереди. Второе почетное в кавычках место занимает Банк Открытия. Мы здесь неоднократно встречались с нарушением закона при выводе средств по 115 ФЗ. Нереально долго закрывают счет. Также очень часто попадаются некомпетентные сотрудники, не способные решить элементарную задачу. Этот банк с завидной регулярностью блокирует счета за якобы подозрительные операции. И чтобы счет разблокировать, нужно идти ножками в банк, писать заявление на разблокировку и ждать потом еще в среднем сутки. Для сравнения, многие банки делают это намного быстрее, всего лишь по одному звонку. Ну и наконец, первое место в моем рейтинге отдам Банку ВТБ. Очень похожая схема работы с Банком Открытия. Помимо того, что у этого банка нет приложений на iOS, что в условиях санкций можно им в принципе простить, так еще и банальные операции делают в несколько раз дольше, чем другие. Например, обычную дебетовую карту могут закрывать 10 дней. Карты в других банках закрываются буквально в пару кликов, но только не ВТБ. Счет здесь закрывают до 40 дней и более. Также очень старые неудобные банкоматы и потрепанные временем офисы. При этом сотрудники постоянно допускают ошибки, а в некоторых вопросах вообще не могут разобраться и приходится звать старшего. А какие еще банки можете выделить вы? С какими проблемами вам приходилось сталкиваться в кредитных организациях? Пишите в комментариях, обязательно обсудим. В свою очередь, напоминаю вам, друзья, если у вас имеются проблемы с долгами, вы всегда можете списать их по 127-му федеральному закону. А для того, чтобы понять, подходите ли вы под списание долгов, пройдите короткий тест по ссылке под этим видео. После чего с вами свяжется наш юрист, ответит бесплатно на все интересующие вас вопросы и даст рекомендации по дальнейшим шагам. Искренне желаю вам всех финансовых благ, друзья, и скорейшего решения ваших проблем с долгами.